Хочу сделать свой прогноз на матч российской премьер-лиги между Оренбургом и Локомотивом. Это уже сегодня заканчиваются матчи очередного тура российской премьер-лиги. Вот в 11.30 утра играются первый матч от Оренбург и Локомотив Москва. Почему в такое раннее время они играют? Я не знаю. Блядь, какой долбоеб назначал? Я тоже не знаю. Потому что это не Владивосток, не Хабаровск, это Оренбург вообще-то. В 11.30 матч, блядь, кому въебало это в голову, я не знаю. Вот, честно. Вот, а что здесь можно вообще поставить, как играют команды? Ну, Оренбург это забивающая, пропускающая команда. Последние два матча Оренбург выиграл. Он на выезде 2-1 в Уфе, в прошлый матч они тоже выиграли 2-1. Но при этом они пропускные, но и в каждом матче забивают. Вот у Локомотива нету Миранчуков об их, да? Скорее всего, с вероятностью, там 99, хуй знает сколько, десятых. И не будет играть второй Миранчик, да? Но при этом они обыграли Баев. Ну, не знаю, ребят. Может они Локомотив кому-то и отдастся, отдохнут. Тут, скорее всего, будут забиты мячи, да? Вероятно, нам поставить на тотал больше, двух с половиной, да? Ну, после вчерашних двух подряд матчей на тотал больше, это Ростов там на три мяча забил, да? Ну, Ростов с Тамбовым два мяча, три мяча забили. И Зенитра расхуярил Рубин 5-0, да? Два подряд матча была на тотал больше, третий матч на тотал больше. Хуй его знает. Но с другой стороны, следом идет матч Динамо-Сочи, там, скорее всего, на тотал меньше сыграют, да? Вот. Не знаю, но этот матч смотреть вообще на тотал больше, потому что в Оренбург они забивающие команды, забивающие команды. Вот, и вероятно, что они нахуярят друг другу. Скорее всего, скорее всего, в этом матче выиграет Локомотив. Своя вероятность 90%. Если кто хочет на исход поставить, может поставить просто на победу Локомотива, даже не без фор, а 2 и 13. Я уверен, на 90% что Локомотив выиграет в этом матче, да? Что я хочу на этот матч поставить? Ну, я рассматривал два варианта. Ну, в обоих коэффициентах низкие, это не только Локомотива больше одного, за коэффициент 1,55, да? Такой коэффициент был. Вот, и тотал матча больше двух. Ну, давайте рассмотрим каждый из этих вариантов. Недуальный тотал Локомотива почему больше одного? Потому что я обею, что Локомотива забьет. Вопрос, что забьет или не второй, вот вопрос. Что если недуальный тотал Локомотива больше полутора, то уже коэффициент 1,97, ну, больше, конечно. То есть, да, но то, что Локомотива забьет, я не сомневаюсь. Но, с другой стороны, если ставить ставку, чтобы выигрывать, да, Локомотива должен забивать два. А это значит, что уже два мяча, это иначе по тоталу больше двух, чтобы вообще тотал брать два, это уже возврат. То есть, если ты хочешь выиграть, то наверняка там уже два мяча забивают. Да, но и, соответственно, Рейнбург тоже, скорее всего, забьет. Потому что очень забивающая команда, очень играющая. Это уже три мяча. Уходит в Локомотив 2, Рейнбург 1. Поэтому все-таки я думал, 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 и все-таки взял на этот матч ставку на общий тотал матч больше двух за коэффициент 1,65. Вот такая моя ставка. Матч начался в 11.30 по Москве. Очень ранний матч. Смотрите футбол и болейте за свою команду. Всем пока.